Я сегодня даже не включила музыку никакую, а решила вам просто показать шум прибоя, вот этот вот чудесный звук океана, несмолкающий. Да, у нас ветрено, конечно, жаль, что немножко ветерочек мешает нам послушать чудесные волны. Сегодня у нас 9 августа 2023 года, и сегодня у меня, друзья, для вас будет видео просто сюрприз. Я очень рада вам рассказать сегодняшние мои новости. Наконец-то дождались, называется. Но давайте всё по порядку. Ну и, конечно, вот, я хочу вам показать именно то, о чём и рассказываю. Да-да, друзья, вы не ошиблись. Это именно то, о чём вы подумали. Это приглашение на свадьбу. Такая радость! Наконец-то! Я сегодня расскажу вам эту фантастическую волшебную историю, которая произошла с моей знакомой. А знакомая моя, она появилась у меня именно через Ютуб. Она моя давняя-давняя подписчица. И мы с ней подружились, мы с ней переписывались. Потом она ко мне приезжала. Но, правда, так, знаете, совсем ненадолго. Времени было в обрез у них. Она приехала с подругой на наш остров. Ну и, в общем, немного успели пообщаться. Вот. Она живёт в Англии уже более 25 лет. Была очень удачно замужем за англичанином. Они прожили прекрасно. Почти 20 лет вместе. Но вот, к сожалению, несколько лет назад её муж скончался. Она попала на мой канал тоже чисто случайно. Она просто нашла его однажды в интернете и увлеклась, и стала смотреть постоянно. Вот так мы с ней сблизились, познакомились, потому что примерно одного возраста и примерно, наверное, болеем и переживаем заодно и то же. Как потом оказалось, она ещё и родом с того же места, откуда и я, с Ростовской области. Фантастическая, открытая, душевная, добрая женщина, очень активная. Вот когда я искала в 20-м году себе квартиру, она очень много мне помогала и присылала, и присылала там какие-то новые квартиры для просмотра. Ну, в общем, человек такой, знаете, очень ответственный, очень отзывчивый, позитивный. Но она мне всё говорила. Ой, Галина, я тебе удивляюсь, твоему оптимизму. Вот я мужа похоронила, и, наверное, уже буду просто жить одна. Что уже, куда уже нам? Ну, знаете, как вот обычно рассуждают женщины 60+. Плюс наш поезд ушёл, и уже поздно что-либо менять в нашей жизни, уже поздно что-либо искать и на что-то ещё надеяться. Вот точно так же думала и моя знакомая. Но, тем не менее, вы знаете, вот она мне после каждого моего нового видео не забывала всегда написать или позвонить по WhatsApp и сказать, Галина, ты такая молодец! Как здорово, что ты даёшь вот такую надежду нам, женщинам, уже практически отчаявшимся. Ну, а я стояла на своём. Я всё время говорила, ну, что ты, моя дорогая, всё зависит ведь только от нас, как мы сами себя поведём, как мы сами к этому миру относимся. И если мы хотим чего-то добиться, очень серьёзно хотим, то это всегда получается. И никогда не нужно отчаиваться. Ну, и вот, вы знаете, в конце концов, она согласилась разместиться на сайте знакомств, спросила у меня, как мне это сделать. Ну, и, в общем, так вот мы с ней перезванивались, хохотали иногда, рассказывали друг другу. Какие бывают интересные там случаи, когда ищешь мужчину на сайтах знакомств. Ну, а так как она очень активная по жизни женщина, то она и к этому вопросу решила подойти очень серьёзно. И вот, смотрите, что из этого получилось. И я даже хочу показать вам скрин с экрана нашей переписки. И вот, посмотрите, друзья, бальзам на душу. Как приятно получать вот такие вот сообщения. Это было в марте 23-го, как вы видите, 4-го марта. Я могу даже зачитать вам то, что пишет она мне. Галина, отдельное спасибо и низкий поклон тебе за то, что ты показала мне и другим зрителям твоего канала, что любовь есть и в 70. И она пишет, 28-го февраля 23-го года. Он сказал, что любит меня и сделал мне предложение руки и сердца. И подарил кольцо 0,5 карат. И дальше она пишет, я счастлива, я люблю его. Я ошеломлена любовью к нему, пишет она по-английски. Ты мой первый гость на свадьбе. Ну вот вы представляете, друзья, как я была рада. Я просто прыгала от восторга. Во-первых, знаете, ведь не просто так она пишет, что она вся в любви, ее переполняет любовь. Она мне об этом писала и писала и писала. С февраля месяца все писала, что у нее любовь, которую она никогда не ожидала. И вот она все время настаивает на том, что в ее-то возрасте. И в конце концов мне приятно, во-первых, поделиться с вами этой ошеломляющей историей. А во-вторых, вы знаете, вот иногда нужно нам вот такие вот всплески радости, что на самом деле такие вещи случаются. Вот они случаются просто рядом с нами. Серьезная взрослая женщина, практически уже отчаявшаяся, что можно что-то еще в нашем возрасте обрести, найти, почувствовать себя счастливой. И вот, видите, такое случилось. Иногда на самом деле нам необходимы такие истории, чтобы мы верили, что это не просто сказка, а это может случиться с каждым. Мне пришло приглашение от моей замечательной, прекрасной знакомой на свадьбу. Видите, вот так по-английски оно выглядит. Ну и я сейчас его, конечно, для вас открою, но я закрою то, что не нужно. Вот, видите, для меня от Филиппа и Людмилы и вот день их бракосочетания. Я, может быть, буду повторяться, друзья, но, вы знаете, я настолько тоже ошеломлена и счастлива этой историей. Я так счастлива за нее. Я вообще просто витаю в облаках, вы знаете. Как будто эта история случилась со мной. И, конечно же, я просто не могла не поделиться с вами этой историей. Видите, даже от волнения у меня язык стал заплетаться. Я потому что знаю, друзья, как много женщин одиноких смотрит мой канал, как много женщин, которые надеются найти свое женское счастье и обрести любовь. Да, да, да. Еще и еще раз буду повторять. Это не зависит от возраста, друзья. Это зависит только от вас самих. То, чего вы хотите в жизни добиться, и как сильно вы хотите этого добиться, и что именно вы для этого делаете. Ну вот, вы знаете, я даже немного и о себе расскажу тут. Я, как вы, тоже в курсе моей жизненной истории. Я уже давно в поиске мужчин. Иногда показываю вам свои встречи. Но вот эти мужчины, они как-то совершенно не то, что я бы хотела. Совершенно мне не нравятся. Возможно, даже я где-то, знаете, кривя душой, я показывала их вам только для того, чтобы как-то немножко вас заинтересовать и подбодрить. Сама я прекрасно понимала, что это герои не моего романа, да, как я всегда говорю. Да, встречи есть у меня, встречи были, и они, наверное, тоже ещё и будут, но всё не то, не то. И я уже грешным делом тоже начала немного отчаиваться. А может быть, действительно, что-то тут со мной не то, а может быть, действительно, уже поздно. Но сказать по правде, вы знаете, вот я серьёзно всё равно этим конкретно не занималась. Я так, то зайду на сайт, посмотрю, кто там и что, то я целый месяц не захожу туда, то я вдруг опять зайду, почитаю письма, договорюсь о встрече с более-менее подходящими персонажами. Но вы знаете, это так не работает. Я уже тоже в этом убедилась. Если действительно хочешь чего-то добиться, то нужно приложить к этому усилия. Ну, то есть к любому делу нужно подходить с душой и с огоньком, как говорится. И здесь опять хочу сказать, что именно вот такой вот волшебный пендель, он необходим каждому из нас. Я имею в виду вот это вот приглашение к свадьбе, которое я неожиданно получила от своей знакомой. Он волшебным образом на меня подействовал. Вы знаете, иногда, знаете, нужен вот такой вот лучик надежды, лучик счастья, да, который, как глоток живой воды, наверное, дает нам силы и дает нам желание двигаться дальше к своей цели. Не знаю, может быть, кому-то покажется слишком пафосной моя речь, но я говорю то, что я чувствую. И я понимаю и знаю, что именно вот для меня необходим был вот такой вот всплеск, чтобы мне опять понять, как нужно действовать дальше. И тут у нас уже пошла обратная связь. То есть я позвонила своей знакомой, я ее, конечно же, поздравила. В общем, моему счастью и восторгу мне было конца. И потом я у нее спросила, так, давай, голубушка, теперь ты бери меня на поруки и давай, пожалуйста, ты мне расскажи, как ты добилась таких ошеломляющих успехов. В общем-то, за такой короткий срок. А срок, по-моему, действительно короткий, потому что, как она мне сказала, она разместилась впервые на сайте знакомств в декабре месяце. И вот, понимаете, через два месяца в феврале ей уже мужчина сделал предложение руки и сердца. Через месяц, как она сказала, она уже по его просьбе переехала жить к нему. Потом они вместе перевезли ее вещи все к нему. И, как она сказала, он сразу же купил им отдельный дом. Ну и вот, получается, с февраля до августа, спустя шесть месяцев, у них уже свадьба. Я еще не знаю, друзья, смогу ли я поехать. Я ужасно хочу поехать на свадьбу. Я ужасно хочу попросить Людмилу, чтобы она мне разрешила сделать съемку немножко на ее свадьбе. И вам потом это видео показать и рассказать более подробно, как да что. Я думаю, что у меня это все получится, друзья. Я уверена, что вам будет тоже это интересно посмотреть. Держим пальцы крестиком. И я надеюсь, что я все-таки смогу побывать у нее на свадьбе. Вот такой сегодня у меня замечательный для вас сюрприз и замечательная новость. Я уверена, что вам это тоже понравилось. Задавайте ваши вопросы, друзья. Я очень жду ваших лайков. Я очень жду вашей подписки к тем, кто еще не подписался. Обращаюсь. Всего вам доброго. Берегите себя. Еще увидимся. Пока-пока. Ну и маленький паскриптум, друзья. Я хочу пояснить, почему я вам показываю весенние цветы, и почему я вам показываю весну, потому что в душе у меня бушует весна от таких новостей.